на библейский портал x get поступил такой непростой вопрос касающийся семейной жизни известно что супружеская измена одна из легитимных причин признание брака недействительным с точки зрения церкви но как быть если обвиняемый в кавычках супруг категорически отрицает факт прелюбодеяния вправе ли священник требовать от пострадавшей стороны убедительных доказательств измены все очень непросто церковные каноны это такая абсолютная идеальная христианская жизнь очерчены в них наша реальность она уже очень сильно изменя изменена очень очень сильно отличается той строгости канонической жизни до которой жила церковь в древние в древние в первые века до согласно евангелию ну и согласно наверное церковным канонам факт прелюбодеяния то есть измены одного из супругов является причиной для развода но с точки зрения пастерского руководства семьи каждый священник за семью борется вот легко сказать благословляю вас разводится но для того чтобы взять на себя такую ответственность нужно понять а как дальше люди будут жить причина измены бывают разные ну понятно что большинство измен со стороны мужчин происходит и часто это измена не является причиной глубокого кризиса брака бывало так же есть по глупости командировки по пьяни муж вот что называется гульнул после этого он пришел в себя очень сильно переживает раскаивается просит прощения хочется остаться в семье вот а поведение супруги и жены может быть категоричным сказать что нет я не хочу с тобой дальше жить ты мне изменил и нам нужно раздаваться что касается позиции духовника священника требовать что-то от пострадавшей стороны но это не наша не наше средство пастыри не не могут еще требовать это прокурор требует или судья требует каких-то фактов вообще вообще управлять и заниматься с к духовной жизни семьи это вещь очень непростая потому что священник становится третьим лицом часто третье лицо это личная сторона потому что многие вопросы в семье обсуждают лично супруги я сам женатый человек с одной стороны я муж отец семьи с другой стороны я духовник я священник у которого тоже есть чада живущие в браке стараюсь занимать позицию достаточно сдержанные то есть отвечает только на вопросы сам никогда ничего не навязываю очень не люблю когда ко мне приходят с какой-то проблемы только одна сторона то есть или жена или муж тут нельзя прорабатывать семейные проблемы разговаривать только с одним из из супружеского союза да то есть нужно вместе нужно втроем себе встречаться собираться вот и уже обсуждать как это бывает семейной психологии поэтому я думаю что с разводом с распадом семьи нужно говорить именно с пострадавшей стороной насколько она готова простить и как себя ведет виновная сторона то есть если скажем со стороны мужа это была разовая измена если он или например он уходил другой женщине потом вернулся в семью как все больше не уйду я буду с тобой жить прости меня я ошибся то вот тут наверное надо за семью все-таки побороться надо попытаться ее сохранить а если это факт который не исправляется если здесь нету покаяния ну да наверное уже семья к сожалению рушится и здесь уже эти разрушительные силы уже не обратим внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео